снова здорово дамы и господа на связи романа канал фрисан games мы возвращаемся ведьмачка был перерыв в один день почему потому что я уже писал сообществе в общем было у меня такая фигня как сборка мебели называется шуруповерт был разряжен а так как я ну человек как бы тебе сказать как джереми кларксон наверное да у меня аллергия на ручной труд в общем я отверткой очень долго и упорно крутил до такой степени что у меня не только надулись пузыри волдыри мозоли и прочих они короче вот еще и все полопались вместе с кусками кожи поэтому я денек решил взять отгула потому что неприятно честно говоря подожди перчатку натянул вот так вот неприятно руку ложить на мышку это ну больно короче ладно ах плохом мы закончили теперь хорошим мы вернулись и поехали что у меня по заданиям я должен выбрать себе одежду да я должен выбрать себе одежду это либо вот эта херня либо вот эта херня либо вот эта херня они чем-то отличаются а ну да слушай ну вот здесь мне воротник не нравится блин ну я не знаю давай вот это возьмем а тут есть еще что-нибудь куда-нибудь а почему вот этот стол выделен что взять ну варенье книгу я себе так свет тушим я же говорил уже тысячу раз тушим свет экономим на всем на чем только можно экономить пацаны ладно хорошо давай приоденемся немного где его на самом деле так бы наверно погонял элегантный дт т т т т т т т т т я все взял я могу это одеть да я могу это одеть просадка какая-то была неясная мне не слушаю ничего в принципе так выглядим ну бля лучше бы бороду конечно оставили вот серьезно говорю лучше бы оставили бороду оденься и поговорили с камергенером с камерге чё с камергером ты кто такой камергер а говорят не платье красит человек ваша милость вы довольны костюмом бывало и получше с честно говоря я был бы доволен стёганым дублетом на мечом за спиной но что делать с волками жить простите это все равно не умеешь такая что теперь будете меня пудрить нет нужды ваши милости достаточно ясно это он пригляделся или понюхал меня но прежде чем вы предстанете перед владыкой юга и севера я должен убедиться что ваша милость знает как следует плане вот так примерно кланяться я не умею я невежда я не невеже кланяться они на бы я не умею наоборот но не что прошу прощению вашей милости можно разве что шлюхи под фонарем поклониться а те какая-то разница между ними стопа вытянута ладонь выпрямлена голова склоняется пока подбородок не коснется груди не коснется груди ох нихуясь пусть ваша милость повторить не ноги роль давай сам левую ногу вперед чем ваша милость здесь не время и не место для глупостей стоит смотрите внимательней стопа вытянута ладонь выпрямлена голова склоняется пока подбородок не коснется груди левую ногу вперед повтори у я себе что движением не достает плавности и грации от нордлинга обычно ожидают меньшего нормально все куда этот верни не алё этот верни алёк рекору ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению соответственно его минуя ваше архивеликолепия настроение император может этого настроения не разделить достаточно ваше величество сказанное громко выразительно и с почтением ну ладно 4 игра сегодня подтупливает не могу понять что за фигня какие-то просадки немножко 40 42 46 но сейчас 61 60 а я ну давай ну пока что вы ебываться не будем я не знаю насколько он дружелюбен к нам что вообще и как а рэр а это орды вылен нам он вагар в аборт так но это будет этот этот по ходу разговорчик что-то интересное намечается я думал ты ни перед кем не склоняешь голову это случайность я просто не особенный игрок гера были неприятности он славный мужик полагаю это вызвал меня не за тем чтобы вспоминать старые добрые времена а значит молчей моя дочь цирилла вернулась и она в опасности найди ее и приведи ко мне смысле цирилла а цирилла цири это же по моему приемная дочь геральда нет ты уверен цири уехала очень далеко по крайней мере мне так в комментариях писали сюда посреди войны если бы это были досужие сплетни я думаю что даже император может ошибаться я и забыл насколько ты бестаптин да есть такое у меня нет ни времени не особого желания тебя убеждать это сделает йеннифер после аудиенции сколько людей в твоем войске двадцать тысяч тридцать почему я ты сам знаешь потому что она тебе верит доверит так скажи зачем тебе искать дело же не в том чтобы наверстать упущенные годы дело в интересах государства как всегда хватит слов и все равно согласишься хотя бы потому что я тебе заплачу сколько больше чем ты обычно берешь за заказ сколько значительно больше цифрах блять не нужны сведения не мотивация цири оставляет мало следов поэтому найти ее будет непросто можешь рассчитывать на помощь моей разведке и армии если возникнет необходимость остальное тебе скажет йеннифер аудиенция окончена мерит проводи его к чародейки ну давай мерин помчали с чародейкой поговорим очереди к это как я понимаю это йеннифер по идее ваша милость извольте пройти за мной да и дыраться в рамках приличия в дворце много почетных гостей которых ваша милость призерает не должны беспокоить ох тушь сука нихуя себе не должны мы их беспокоить наша милость наша милость и тут везде костры потушит понял поразжигали сволочи хочу не понял я не могу эти свечки потушить а тут есть что-нибудь для меня интересного следом да не вроде ничего нету тут мне запрещено просто с людьми разговаривать понял свис высоко уважаемыми в этом замке дворце что это как правильно называется не знаю в общем я говно они все золотые к ним не подходить нельзя эти голову оторву понял еще раз рябкнешь придурок ваша милость как только вы закончите прошу прийти ко мне за своими вещами а закончишь а поговорить с йеннифер а где она описать тогда записывай на самом деле власть навигра не осуществляют не купцы и не городские советники а церковь вечного огня мы сейчас понабираем книжек потом с тобой почитаем одних трудно отличить от других всем им в равной степени свойственны беспринципность и цинизм были на читать походу долго придется но я прочитаю почему потому что мне интересно возможно не в этой серии может отдельно выделим серию именно про под прочтение книг а возможно я прочитаю это за кадром потому что на самом деле большинство людей которые смотрят данное видео они проходили уже эту игру они знают больше чем я в любом случае то есть им это возможно вам возможно это скорее всего не интересно вот поэтому я возможно это прочитаю просто-напросто за комментарием где-нибудь между этой серии и следующий и там уже поделюсь своими какими-нибудь мыслями или вопросами если таковые возникнут они возникнут я вообще любитель вопросы позадавать я там дублей ты потрясающе ты меня еще сзади не видела смогу его снять в других обстоятельствах я бы расценил это как предложение и может даже воспользовалась бы но нас ждут другие дела да ладно меня на две минуты хватит теперь ты понимаешь почему я при дворе инга да и похоже на то что мы теперь в одной лодке цели правда вернулась это не ошибка но судя по сообщениям наших агентов получается как-то так маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу правда она выросла что значит они уже наши агенты значит это уже наши агенты ну ну быстро же ты тут освоилась геральт не цепляйся к словам я знаю кто такой ингр он развязал кровавую войну приказал убить моих подруг но у нас нет другого выбора поэтому прошу тебя не будем взвешивать за и против и просто найдем цели ладно кейлан гир говорил что ее преследует дикая охота не было бы тяжело в это поверить если бы не вчерашние как они нас учуяли мы цена до чаще из-за меня понимаешь я ищу цели уже много месяцев заклинание локализации и романтия геомантии тому подобное я знала что дикая охота может это почувствовать найти меня но думала что сумею их обмануть что же не получилось с некоторых пор я чувствовала что они идут за мной по пятам охотятся на меня если бы не ты и солдаты им гира они бы добились своего не знаю чем закончится следующая такая встреча придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методом попросить о помощи лучшего следопыта которого я знаю ты должен ее найти геральт прежде чем это сделает дикая охота так чего-то хочет и чего хочет его дикая охота может хотеть зачем я вариант говорю его же все равно его повтори ними я бы отправила им письмо с этим вопросом но не знаю куда писать дикая охота собака джима . наверное это имеет отношение к ее крови к ее дару а зачем он дикая охота об этом я и думать не хочу так интересно так где именно видели цели в двух местах в велени и в новиграде след в велени пожалуй самый интересный начни оттуда в корчме на распутье спроси про купца гендрика хозяин тебя с ним свяжет и все никакого пароля никаких тайных знаков никаких тайных знаков мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки из новиграда у нас есть только непроверенная информация сплетни но там тебе может помочь наше общее знакомое это кто некая перис миригольд у нее говорят уютная квартирка в доме у главного рынка наверняка она будет рада меня видеть а ты что собираешься делать и я сейчас же отправляюсь на скеллиги там произошел выброс магической энергии который уничтожил пол леса и кажется это как-то связано с цири я буду в каир тройда присоединяйся ко мне когда что-нибудь узнаешь так прежде чем мы расстанемся почему ты не появилась раньше я был тебе не нужен нет это я была тебе не нужно выстрел замечательная пара и каина хоть рис я потерял память правда отличная отговорка давай не будем на эту тему если я еще раз услышу все не так как тебе кажется или теперь я понял как тебя люблю я за себя не ручаюсь мы видели на что она способна ну вот мы снова разъезжаемся жаль но я понимаю время не ждет это правда может мне сразу телепортировать тебя ввелен ну уж нет я поеду верхом только сначала переоденусь дело твое кстати тебе правда идет черный бархат но не пытайся стать героем хорошо проверить и следы и приезжай ко мне живым и здоровым мне нихуя я сначала все дополнительные задания выполню на вопросе ки прокачусь если здесь такое есть а потом мы уже как-нибудь с тобой поговорим а хорошо погнали книжки все куку всякую прочую дичь конечно же соберем почему бы и нет это что сейчас было хуя себе тут ты гонишь баба вот это у тебя конечно телепорт отличнейший прям телепорт будь здоров упа тут еще что то есть хук сколько мне читать то предстоит ежики в тумане ну что я все собрал нет все теперь вроде к они таю теле это не интересно мне бы чертежка каких-нибудь доспехов офигенных говоря школа кошки там типа все дела так ладно подожди выход там но здесь у меня еще одна дверь есть куда она ведет понял нужен ключ ключа у меня нет к сожалению извините извините меня нет времени посол вар атре пошел вар атре я нефер говорила что тебя можно расспросить о текущих делах в мире по войне обо всем разумеется у одного слуги императора не может быть секретов от другого позволь перейдем карте давай и что так как идет война как идет война не считая того что она неизбежно закончится триумфом нильфга мы беседуем с глазу на глаз без свидетелей так что давай оставим пропаганду даже под маской иронии наступление шло замечательно до зимы мы разбили темерские войска в пух и прах воедир не был такой хаос что никто даже не сопротивлялся до первого снега мы вышли на линию понтера остался ослабленный каэдвен и рядание родовида который проигнорировал мольбы всего севера о помощи мы думали что он запросит мира может даже принесет вассальную присягу уверенные в победе ждали когда сойдет снег родовид принесет присягу да мы зря надеялись вместо того чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска родовид прошел через заснеженные пустульский гор и атаковал каэдвен своего союзника интерес застал их врасплох поскольку каэдвенции так упали духом достаточно было нескольких проигранных стычек чтобы они сложили оружие и перешли на сторону рядание так к весне вместо двух ослабленных врагов у нас был только один зато могущественный так а как же ковер а как же ковер ковер изменяюсь ковер ценит свой нейтралитет настолько чтобы не давать ни войск ничто гораздо важнее денег ни одной из сторон вернемся к войне по весне дело дошло до великой битвы на пастбищах велено великой но не решающий потери с обеих сторон были огромны пожалуй беспрецедентны родовид отступил за понтер пока что он там в безопасности до тех пор пока с юга не придут подкрепления тогда император эмгер варем рейс расправиться с ним окончательно а почему вы просто не пошли домой сберегли бы всем силы и множество людских жизней до боюсь ставка слишком высока чтобы бросить карты теперь можно играть только ва-банк что вели не как сейчас в мире плохо как всегда а может даже хуже в этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами а теперь он захлебнулся в крови войска прошли через него несколько раз вытоптали поля ограбили амбар и сожгли деревни начался голод понятно и как у вас получается управлять этим раем на земле не очень честно говоря наши силы и так растянуты а велен это сплошные топе и густые леса тяжело контролировать такую территорию многие патрули не возвращаются в гарнизон так что сейчас там правит от нашего имени один нордлинг он был мелким офицером в темирской армии филипп стендер более известный под своим ном дегер кровавый барон не связывайся с ним по хорошему тебе советую благодарю я запомню нахуй кровавого барона какие вести из новиграда вольный город все еще вольный да хотя все знают что ненадолго в аксинфурте сидит родовид а император здесь вы зиме слишком близко обоим нужны деньги и мощный флот а новиград может дать и то и другое поэтому атмосфера в городе несколько несколько то есть как люди справляются со страхом они ищут утешения и козлов отпущения церковь вечного огня прекрасно это понимает поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных кто развязал войну кто на ней зарабатывает известно кто чародеи эльфы краснолюбе словом вырытки ведь это слово и ряда должности в новиграде уже 13 лет сперва как консул потом посол я многое видел жестокость цинизм алчность даже меня бросает в дрожь от того что сейчас там творится хорошо ну и давай еще немножко а что нового на скеллиге ничего островитяне же так этим гордятся правда делать все согласно традиции как деды и прадеды а потому как деды и прадеды они грызутся друг с другом крадут иногда нападают на наши транспорты это утомительно но не более того скеллиги всегда был на обочине истории там и останется и так уверен а если король бран сумеет примирить ярлов и поведет их против вашего флота король бран немощный старец из того что я слышал он даже не помнит имен своих вассалов так что вряд ли что-то получится с объединением интересно ладно понял то есть каким-то образом мы скорее всего будем влиять на ход войны а иначе зачем нам это все рассказывают спасибо за помощь и наверняка с кровавым бароном походу встретимся великое солнце освещает твой путь мне кажется в таких играх не акцентируют внимание на том чего не должно быть или что не надо что на ногу наступил ну прости блять отрастил себе лапы 49 размера я чё виноват что ли опа дикая охота вот это я почитаю обязательно это мне прямо и интересно дико что до сих пор не понимаю что за дикая охота а где все все собрал если все собрал здесь ладно все чтиво на себе набрали чем могу служить вашей милости дай это ты платье ходишь понял горнейший благодарю у меня доспехи ведьмачи не славится терпением он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее я вот пошел бы он кажется что-то об этом говорил прощай он пошел бы тогда папка сам бы и нашел свою дочь так ладно что тут есть трава какая то есть я ее возьму пожалуй ну мало лишь не знаю где она встретится на в следующий раз и заодно загляну не сюда а наверное в и инвентарь при одену я наверное обратно все что у меня должно быть вот так вот я себя уже лучше чувствую намного м карта чё на карту континента нажмите ебануться чтобы открыть карту нужного региона нажмите на курску княжества тусы 35 уровень 2 уровень и а белый сад это там это мы за мы там были окей то есть могу вот так вот открыть да я могу вот так вот открыть допустим ладно пятый уровень 10 уровень 16 уровень ладно нам надо здесь наверное посмотреть что и как и по шнырять немножко по замку хотя опять же зачем нам тут долго шнырять что в гвинт это задание сыграть в гвинт ставки чтобы сделать не давай-ка пиндос я хочу сыграть в карты что за задание такое сыграть в кант в карты это серьезно непонятно какую карту обменять еды дарит артед я ей ладно ход противника хорошо допустим а какого хуй он у меня тут разместился вот типа шпион у я себе эу то хорош для опять проигрываю а почему это десятки то не отнимается ничего не понял мне кажется я проиграю просто по количеству карт мне не хватит их просто-напросто вот и все а что у меня тут лидерская способность возьмите зашка вода мглу и сыграйте эту карту понятно так если я воткну сюда карту в мороз то она сразу автоматически заморозится да а когда этот мороз пройдет у него есть какой-то срок действий хуя себе были так мне его не одолеть никогда у него просто x2 там все а у меня все только остались первые ряды кидать так там мороз сразу же автоматически я ничего не сделаю все это да ладно они мне такого не одолеть черта наверное пока рано в гвинт иду играть да ладно я понял здесь мне пока рано ну то есть поговорить я могу только поговорить это сыграть в карты и будь здоров все но при этом на нем висит в заданию а уже не висит заданию ну ладно будь здоров кто-то чихнул по ходу быстрый переход а куда а куда переход-то быстрый а велен деревня висит да в гвинт мне по ходу рановато еще надо где-то нарыть картишек но покупать у торговцев по приказу императоры по просьбе яннифер геральт отправился на поиски цири ладно это мы сделаем по ходу пьесы по ходу прохождения имеется ввиду сейчас пойдем всякие доп задания выполнять почему бы и нет у нас же нет никаких временных ограничений то есть как бы есть единственное временное ограничение это на длину ролика в игре тоже у нас нету таймера то что за полчаса обязательно найди цири или еще что-нибудь то есть я могу шараёбиться столько сколько мне надо чем я собственно говоря заниматься с тобой буду потому что мне интересен этот мир по путешествует туда походить там посмотреть чего-нибудь пока лупать там там к иначе скучно просто-напросто будет зачем делать такой обширный открытый мир и при этом ничем не заниматься кроме сюжетки правильно я конечно понимаю что это возможно надолго прям растянет игру но блин хорошую игру как и хороший секс можно растянуть правда не всегда это получается с игрой то попроще как-то от видео просто еще монтируются параллельно пытаюсь нет монтировать что она как-то хотелось монтироваться перехотелось непонятно вообще что с ним творится при блоке вы можете переключать знаки зажимая кнопки обнажить меч и убрать меч как я могу их колесиком просто переключать же покрутил туда-сюда и все обратите внимание на цвет уровня вашего противника зеленый означает что враг по силам близок геральду красный что враг что вас ждет тяжелый бой окей число карт для гвинта которые можно выиграть у купцов ограничено кроме того у каждого купца можно выиграть только одну карту а это как в окне ремесла можно купить недостающие компоненты непосредственно у ремесленника но это мы знаем думаю в принципе знаем почему так долго грузится только не говорю что ты сейчас вылетишь не надо мне вылетать я наверное тогда до к вопросу опять же про книги мы сейчас это видео с тобой запишем и пока она будет монтироваться я буду наверное читать читать и еще раз читать для того чтобы подготовиться к следующей серии у меня наверняка возникнет хиро ли он вопросов я их буду наверное задавать есть такой интерактив чеки а задают и отвечаешь туда-си-сюда-си я думаю что это будет интересно весело бодро задорной и правильно потому что читать где-то в интернете я не хочу по той причине что я боюсь словить где-то спойлер а спойлеров я боюсь прямо вообще сильно я их ненавижу о отмонтировалась шикарно не а чего еще ожидать от деревни висельников ворон как неправильно сказали ворона это городская птица ворон это вот эта пизда все я понял и запомнил кстати к слову я что-то не устраивает гера у каменные сердца благодарим за покупку комплекта дополнений каменные сердца ваше отслеживаемое задание изменено на первое задание дополнение однако мы рекомендуем браться за него только если ваш персонаж уже достиг 30 уровня хорошие игры и удачи на пути мастер рун играя в комплект дополнений каменные сердца вы встретите мастера рун на карте он отмечен знаком книжка этот новый ремесленники единственный в своем роде прибыл издалека и может использовать тайные знания чтобы значительно улучшить ваше снаряжение найдите его и проверьте сами добро пожаловать в дополнение кровь и вино в этом режиме задания основной сюжетной линии остаются доступными чтобы взять за кровь и вино сначала выполните задание поэт в опале это кто-то спрашивал что у меня за версии игры мне подарил человек за что ему отдельное спасибо ебануться короче гок магазин такой вроде есть издание года игра года мне подарил в общем-то это все дело добро что такое так подожди а знаки вопроса вот эти вот самые то такие явно их и их все здесь больше не будет тайник-то как далеко охренеть вот эта карта вот это мир вот это хорош вот это нам есть чем заняться блин мне уже прям вообще хорошо зашло пошли давай плотва шевелись а чё за соперники тут собаки одичавшие такой себе конечно сопернички беспонтовенькие на доска объявлений вот это интересно кстати вот это я бы от это я бы воспользовался а теперь давай взглянем на задание уровень сложности заданий некоторые задания могут показаться слишком сложными рекомендуем для прохождения задания уровень персонажа указан рядом с названием достигнута уровня ваш герой будет готов довести задание до конца хорошо но у меня получается только так основные задания в жопу дополнительное задание гвинт игры с выиграть уникальную карту штепана нет собрать полную нет дикое сердце поговорить с охотником по имени нелин вот это я бы с радостью а далеко до человечка то этого пидорить ой дала а вот и знаки вопроса появились отлично шикарно так вот по знакам вопроса мы с тобой и поскачем первый знак вопроса у нас с тобой тут мне просто кажется так будет правильнее то есть смотри под знаками вопроса мы с тобой получаем он тут плюхи притом достаточно непринужденный об сказал так соответственно мы подготавливаемся к более сложному прохождению мы получаем кое-что кое за что короче я думаю что прежде чем выполнять сюжетки надо сделать доп задание прежде чем выполнять дом задание надо сделать вот эти вот всякие вопросики и прочую хрень тогда я думаю что нам будет проходить может даже с одной стороны легче что ли но не знаю короче у меня такая стратегия этом я думаю что мы так с тобой делать и будем нам я врагов уже видел поэтому конь давай поаккуратнее я возьму наверное к воин пока что ну что я хуй знает чего тут мне ожидать так это дверь не дверь да это дверь не дверь сдая могу спирта набрать ты нихуя шустры то где-то там еще что-то было до нижняя бочка отлично так спирт тяги нахапали ой как тут много всего смысле подаду под но 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 не 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 делай этой херню а ты можешь чуть-чуть помедленно передвигаться ты чё такой резвый-то здесь все ладно тогда сюда мы пошли о в девятого уровня дезертир сам ты сука понял а что меня кто-то держит что ли иди сюда себе это покажи понял так минус один пошел чая тут зачищу это все мероприятие об свинья на на я думал как скотом нихуя не получится погоди я хотел контратаку сделать ой бля еще одну свинку зарубил еще и в грязи и сковыркался допустим допустим оп свининка а свининка это хорошо а чё все как все да не может быть все да не ну брось мне еще по карте слушаю еще двое где-то должны быть но я чё-нибудь съем все таки какой же он все таки резкий я херею нельзя быть таким резким братишка надо быть чуть чуть помедленнее поджечь поджечь нет о все я вижу врагов отлично ебись с прогибом ебись с прогибом это как я бы не я бы попробовал на самом деле я просто не знаю как это ебись с прогибами хуя себе еще можно ждаться еще можно ждаться опа ни хуя себе это как да подожди ну залезь ты сюда как они меня заебываются своими жопами не трогайте мою жопу то что мы к ним прицепились то вот это я зря конечно сделал вот этих пацанов прикрываться бессмысленно так ведь и упасть можно ты чё творишь опа да ну пизда матренова не ну это тупая смерть это неправильно это не адекватная смерть в некоторых играх блин а может это в этой игре в настройках видел есть где-то настройка что если а это не в это это в д целс игра такая есть мобильная кстати офигенная там если в случае у ворота персонаж имеет риск упать с обрыва то у ворот не выполняется вот здесь было бы неплохо тоже такую штуку заиметь этой игре ноги серьезно серьезно блин говорили же мне f5 f5 скотина ну да и виноват ну прости больше не буду так делать пиздец блин это то я конечно лоханулся так ладушки 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 а не погоди мы же задание не смотрели мы смотрели доп задание это дикое сердце а по карте мы с тобой делали бегали вот сюда блин как я ненавижу это такие ситуации прям вот вообще меня кошмарят потому что здесь остается два варианта либо это вырезать либо на видео делать еще раз то же самое вырезать я не люблю и делать то же самое на видео я тоже не люблю да и ты смотреть по два раза одно и то же тоже наверняка не любишь поэтому как бы я и не люблю такие вот ситуевины беспонтовые мне конечно же и собирать все это надо лутать по второму разу блин погоди а постановление невгарского наряды люди признаны виновными в измене родины принадлежи и шпионажа в пользу рядания они приговариваются к смертной казни через повешение ну хорошо не конечно плохо но ну хорошо так это давай я все заново забираю ага ага блин там еще спиртягу где-то забыл спирт забывать нельзя спирт очень нужный ингредиент скажу я тебе так и сюда помчали погоди там еще одно что-то где то есть теперь все пошли сюда сим сим откройся и пошли тогда этого дезертира сейчас уделаем побыринького не буду я брать квен я возьму игни наверное почему потому что по поджигать пацанов тоже интересно на самом деле ай я кстати пробел ведь нажал если что братишка а а хорош красиво так есть опа опа здравствуйте да не надо трогать мои яйца что тут тут жопе прицепиться так яйцам вы чё пацаны у вас тут женщин что ли не хватает это вы странное тяжелая палец не на палец я точно пользуются не буду кстати заметь а свинки то сука выжили теперь так это хорошо то есть не зря мы умерли умерли хотя бы свиньи вы остались ой хорош удар ой красивый удар кто блять ай больно боли не успела вернуться собачий сын за что за что мать ведьмака то оскорбили вы чего вообще нельзя родителей родных и близких оскорблять никогда ни друзей ни врага ни никого ничьих вообще ни разу никак скоты позорные дезертиры они свиньи ебаные что от них можно еще взять нихера не умеют скоты твари давай 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 набираем 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 нифига куда я полез нифига куда я полез зачем я сюда полез а еще один у кого ай больно блин надо было телекинезом его столкнуть и вы 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 у то ставь и можешь уходить о так хорошо где тут что есть где тут в смысле ничего нет так ладно мне вниз мне надо все позабирать ой как у вас тут много всего братцы вы богаты я смотрю временами мне кажется что надо было уровень сложности чуть чуть повыше взять возможно это пока что как-то легко но серьезно есть у меня такое мнение что надо было чуть-чуть убрать посложнее это он чем на меня выебнулся и где-то упал а вон он подожди стой 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 лестница есть пошли пацану все кем немножко так их не нахер давай вот этот лучше возьмем точнее не икни а игни папа увернулся где-то там я те не вижу брат так а вот у тебя в руке остался или к тебе погоди а куда лут то делся да ну брось да я не хочу за твоей рукой идти да ну нахуй далеко да хорош трогать мою мать ты чё скотина тварь вот это красиво было а вот ултецкий кстати закрыта прям закрыта уже прям закрыта закрыта здесь высоко ты где же не высоко ты чего умеру братан дыротяк стали единственно не могу понять что мы тут ищем не 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 нихуя погоди а что с тобой а я то думаю чё такой маленький вот и все просто заспамил его ударами отлично здесь есть какой-нибудь вот что нибудь такое зачем мы сюда шли вообще насобирать к хироли он всяких ингредиентов я бы их и так бы нас собирал в процессе игры давай какой-нибудь чертеж доспех меч я не знаю хоть что-нибудь редкое ценное не ну хотя здесь спирта мы много понаходили но одним спиртом же сыт не будешь спирту еще запусть нужно сколько время ой блин пора заканчивать не ну мы давай полностью здесь все-таки зачистим позабираем все на свете только не падай гера пожалуйста отлично там сверху есть судя по карте больше здесь никого нету в живых он кроме как мы и все поэтому я предположу что мы здесь всех перебили слава нам все больше никого не почему бочка а чё она не берет но ну какой поджечь музыка тихо геральт я тебя когда-нибудь ударю вот я тебе честно говорю вот возьму когда-нибудь и ударю не просто монитор жалко я бы тебя уже давно ударил идите да ну куда ну за сука дебил какой же ты странный человек геральт а допустим взял упал зачем почему куда же а куда мне еще-то эти но свинья допустим свинью я могу пустить на свинину а вот там лестница а это как и не заметил охренеть как и много пропустил это все свинья виновата она отвлекает мое внимание так это двери ворота это нам не надо вот здесь хорошо интересно проволока непонятно зачем пока что ой геральт геральт когда мы с тобой подружимся и начнем друг друга понимать с пол тычка как бы это двусмысленно не звучало но имеется ввиду с полтыл . на клавиатуру то есть здесь прям вообще ничего интересного для меня нет ну давай хотя бы какой-нибудь тайничок я не знаю нет ну конечно все это прикольно но во первых опять во вторых я раз о блин ну а ну того не стоило походу все ну вроде как все да ладно это что я сюда не могу никак спуститься блин походу нет я думал мы центр сейчас чтобы спустимся там будет какой-нибудь монстр призрак мы найдем еще какой-нибудь чертеж их нибудь доспехов интересных а не хуйца ладно хрен бы с ним так давай мы тогда будем на этом заканчивать вынесли мы короче лагерь дезертиров это конечно весело бодро классно задорно почему я теперь понял почему или не было здесь не суть важно за кадром я пойду тогда книги читать где которые в игре мы нашли они те которые вообще в принципе существуют потуши свечку и обсудим уже непосредственно следующей серии то что я вычитаю поэтому если интересненько то обязательно подписывайся жду тебя в комментариях став лайк если понравилось большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и до новых игр